«Я хотел бы уехать с тобой далеко-далеко и начать новую жизнь». Так Михай Волонтир признавался в любви молодой актрисе Елене Прокловой. «Но что тебя держит?» – удивлялась Елена. «Жена», – задумчиво вздохнул Михай. И тут они вздрогнули от громкого вопля. «Михай!» – в номер ворвалась Ефросинья. «Так вот, с кем ты по углам прячешься!» Всю ночь гостиница слушала громкий скандал между знаменитым актёром и его боевой женой. Мне было это очень больно, потому что для меня эти отношения вообще ничего не значили. А для неё, судя по всему, значили много. Как семейная жизнь главного цыгана страны обратилась для него несчастьем? И почему актёр оставался под каблуком у властной жены, которая им управляла? Он был очень такой остранённый, очень такой замкнутый, такой сам себе, как бы свой среди чужих и чужой среди своих. Конечно, очень горестно было видеть, что он плачет. Знаменитые люди, чей образ вызывал интерес у миллионов. И их сумасшедшие страсти. Личный демон, борьба с которым хранилась в тайне. Война, в которой выиграть невозможно. Под эту музыку в середине 80-х у экранов собиралась вся страна. Телезрители сопереживали нелёгкой судьбе Клавдии и Будулая. А женщины украдкой смахивали слёзы, завидуя такой любви и верности. Как и рад, что вы пришли ко мне, Клавдия Петровна. Они как-то очень так красиво смотрелись, такие разные. Она такая белокурая, он весь такой страстно-цыганистый, тёмный, танцующий, такой сильный, другой. Михаил Волонтира и Клару Лучко, конечно, поженили. Зрители были уверены, что между актёрами настоящее чувство. Так достоверно они играли любовь. Клара довольно такая, как бы сказать, картонная актриса была в чём-то. Ну, я их сравниваю, например, с Ниной Руслановой, которая тоже играла. Ах ты так! Да! Ах ты так! Волонтир. Он сделал всё, чтобы Клара была хороша та, чтобы она была естественна. Говорят, будто вы были там поблизости. Ну, было. Ну и что? Никто из поклонников не догадывался, что этот дуэт мог и не состояться. Когда никому неизвестного актёра из Молдавии пригласили на главную роль в фильме «Цыган», то назначили ему низшую ставку – 5 рублей. Тогда как Клара Лучко получала 40. Вне съёмочной площадки отношения у них были более чем напряжённые. Вообще, я цыганами с детства напуганная. Меня маленькие ваши чуть не украли. После того, как Михай заявил режиссёру Александру Бланку о повышении гонорара, тот даже присвистнул от удивления. Кто ты? А кто Клара? Она ж народная. Тогда Михай бросил – мне подачки не нужны – и заявил, что будет сниматься бесплатно. Это он называл мужской гордостью. Ну что ж, не хочешь честно платить? Не надо. Сказал им. Тогда вообще заберите все ваши деньги себе, если они вам так нужны. Я вообще буду бесплатно сниматься. Тогда они засуетили, запрыгали. А как? Ой, извините. После невероятного успеха фильма волонтиру заплатили 1800 рублей. Но вот принципиальность его запомнили надолго. Надо же, сравнил себя с самой Кларой Лучко. А ведь волонтира утвердили на роль с её подачи. Режиссёр долго не мог подобрать актёра на роль Будулая. Пробовали Сличенко и Джигарханяна. Однажды к Кларе подвели невысокого парня с усиками. Он будет Будулаем. Лучко чуть в обморок не упала. Да как же я такого полюблю? Она лично отыскала фотографию Михая, с которым снималась когда-то в Молдове. И протянула её режиссёру. Вот он, мой цыган. Меня Будулай зовут. А вас? Приехал он на студию и играл самое смешное, что он играл по-молдавски. На молдавском языке. А я по-русски с ним. Но тем не менее, вот то, что он говорил по-молдавски, в этом какой-то был, какая-то необычность была его, какая-то загадочность, что-то было такое притягивающее. После выхода фильма «Цыган» на экраны волонтир стал одним из самых популярных актёров в СССР. Но сам Михай спустя несколько лет открещивался от этой славы и поносил страну, которая дала ему признание и всенародную любовь. Когда говорит человек слово «ненавижу», он перестаёт видеть. Он сказал, и он при мне сказал. Я говорю, Михай, как так можно? Тебя так любит страна, так к тебе относятся. Что тебе эти люди сделали? Это съёмки конца 80-х. Михай Волонтир выступает на сессии Верховного Совета Молдавии. Он принципиально отказывается говорить по-русски. Я не какой-то там артист, как сегодня кто-то здесь сказал. Я артист, который использует каждое слово молдавского языка. И я не собираюсь переходить на любой другой язык. Я хочу говорить только на молдавском языке. В конце 80-х волонтир яростно критиковал СССР, называл русских оккупантами, плевал в сторону маститых чиновников от кино, которые когда-то дали дорогу на экран никому неизвестному молдавскому актёру. И ратовал за присоединение Молдавии к Румынии. Будучи депутатом у себя там в Молдавии, он занимал антирусскую явно позицию. Он громогласно объявлял, что не румыны – это недолюди, и вообще как бы там люди второго сорта. В кулуарах пошли слухи, что волонтир действует по чьей-то указке и высказывает чужие мысли. Но кто мог быть этим серым кардиналом, который управлял мнением актёра? Правду узнали незадолго до смерти Михаила Волантира. Почти 60 лет им руководила жена – Ефросинья Дабында. Вот они вдвоём на встрече у мэра города Бельцы, где волонтир прожил всю жизнь. За получасовую беседу властная Ефросинья не дала мужу ни слова вставить. Нам сказали, что мы его подали. Нет, и кто ей формировали, то это неправда. Это в кино он играл сильных мужчин. А в жизни был подкаблучником, который все решения принимал с подачи супруги. Михаил даже привозил её с собой на съёмочные площадки и просил, чтобы режиссёры обязательно снимали Ефросинью хотя бы в эпизодах. Богу показалось, что слишком мирно живёт наш народ цыганский. И решил создать царей. Они говорят, что человек она со сложным характером могла и поскандалить, могла и сцену какую-то устроить. Ну, её старались обходить стороной. И если героиня Клары Лучко стала его цыганским счастьем, то Ефросинья – настоящим несчастьем. Так считали многие. Супруга отчаянно ревновала своего знаменитого мужа. Ездила за ним на съёмки. Она яростно реагировала на слухи о том, что волонтир и Лучко – любовники. Все хотели, чтобы мы поженились. Вот все хотели. Все в станишнике, где мы снимали в станицах, они все говорят, а неужели ж вы… Да смотри, какой же он. Да неужели ж… Да посмотри на неё. Да что ж он не женится на ней. И все-все переживали за то, чтобы мы полюбили друг друга. Почему вы всегда меня за три версты обходите? Объявили я вас чем-нибудь или страшный такой? Конечно, ревнивая. Но просто она понимала уровень Клары Степановны, и они были уже достаточно хорошо знакомы. Поэтому тут, конечно… А то, что она ревнивая, ну да. Ну да, а что? Те, кто видел Ефросинью, удивлялись. Что нашёл мужественный волонтир в коренастой, коротко стриженной женщине в бесформенных шароварах и с походкой мужика? Она была полной противоположностью – красивой и утончённой Лучко. Говорят, что Ефросинья даже поднимала руку на Михая. Иногда, конечно, и на съёмки, и на интервью он приходил, когда в синяках, когда в царапинах, что весьма показывало, что дома у них были такие выяснения отношений. Закрывайте глаза и открывайте уши. В успех фильма «Цыган» не верил никто. Даже режиссёр Александр Бланк. Но после показа заключительной серии, где героя Михая Волонтира убивают, в адрес одесской киностудии хлынул поток писем от возмущённых зрителей. Они требовали продолжения истории «Цыгана» и его возлюбленной Клавдии. Будулай стал воплощением мечты советских женщин о настоящем мужчине. Женщины его окружали. Полукругом становились, и он мимо них проходил. И они аплодировали все. Каждый раз ему аплодировали. И это при том, что внешне актёр отличался от своего романтичного киногероя. Борода у Будулая была искусственная. Волосы перед съёмками накручивали на бегуди. А манера одеваться у Михая была и вовсе странной. Широкий кожаный пояс и просторную рубаху, которые так подходили к образу «Цыгана», волонтер надевал только для кадра. Он в жизни был очень смешным человеком. Мог надеть жёлтый пиджак, зелёные штаны, красные ботинки. Таким он ходил. Его обожали женщины. Его обожали, особенно, конечно, продавщицы и припахеры. К нему приходили мешки писем от поклонниц. Но никто не знал, что актёр их даже не читает. Жена Ефросинья строго следила за корреспонденцией. Вскрывала каждое письмо и тщательно отбирала те, что покажет мужу. Она пишет, что сможет сделать «Цыгана» счастливым. Громко возмущалась Ефросинья. «Я ей сейчас покажу, как чужим мужьям любовные письма слать». Ефросинья садилась за стол и собственноручно писала ответы. Ефросинья им командовала. Делала это, не скрывая. То есть там не было какой-то тонкости женской, которая где-нибудь в гримёрке тихонько шепнуть что-то. Она на людях открыто делала какие-то замечания. Михай и Ефросинья познакомились в конце 50-х. Вот на этих фото юная девушка с открытой улыбкой. Но как она превратилась в грубую и сварливую старуху? Жить с актёром – это не так легко, да? Потому что это люди необыкновенные. Михай ухаживал немногословно. Одни говорили, что волонтер попросту боялся сделать Ефросинья предложение. Другие – что сам актёр не был предрасположен к нежностям. Позвать замуж он решился только в письменном виде. Молча подал девушке листок бумаги, на котором было написано «Выходи за меня». Мы недолго присматривались друг к другу. Месяц и три не более. Это уникальная женщина. Вот уж поистине женщина-любовь, женщина-верность, женщина-преданность и тоже актриса. Они и служили в одном театре. Жили очень бедно и утились в комнатке общежития. Подушка, сковородка, две ложки и чугунок. Вот и всё хозяйство. И ещё стояла копилка, куда Михай складывал копейки. Он три года копил, чтобы купить жене пару красивых туфель. Но внешне на людях оставался к ней холоден. Он не показывал никакой вот этой заботливости, не показывал никакого такого там ущу-щу-щу-щу, там у тебя вот цветочки, там тебе вот это, там вот это садись, вот тебе кофе, вот это всё. Он не показывал никакое излишнее внимание. Показ со мной, а дальше видно будет. Ефросинья вспоминала, что в театре муж её никогда не хвалил, как бы она ни старалась. Когда она уже отчаялась добиться одобрения, обнаружила на столике в гримёрке записку «Я тобой горжусь». Эта фраза так растрогала железную Ефросинью, что та расплакалась. С гениями трудно жить. Гений есть гений. Конфликты, разумеется, на сцене каждый день конфликт бывает. И соверлись, конечно, было, но это сцена. Невозможно без этого. Михай мог прилюдно накричать на Ефросинью, при всех раскритиковать её игру после очередного спектакля. Всем казалось, что он неоправданно строг и даже жесток. Но мало кто знал, что это была лишь защита от агрессии жены. Ефросинья контролировала каждый шаг Михая. Не давала общаться с друзьями, запрещала встречи с журналистами, проверяла переписку. А иногда даже могла поднять на него руку. Это всё было от недолюбленности. Я думаю, что они друг другу нежности оба не дали. Все говорят, ой, бедный волонтир. Она была ненежная. А он нежный. За всю жизнь один комплимент. Я тобой горжусь. Ну, это кому? Сержанту какому-нибудь, может быть, нормально. А женщине-то хочется ласки, тепла. Но всю свою ласку Михаил Волонтир, по слухам, отдавал вовсе не супруге. Об этом не говорили вслух. Но о любвеобильности актёра знали многие. Мужчина, который был образцом верности, легко увлекался своими партнёршами. Я слышал разговоры, что волонтир, что это всё по у нас, в Молдове, значит, брехня. Нету такого, не было такого. Я, например, тоже услышал, но я не верю. Однако эта актриса уверяет, что её отношения с Михаилом Волонтиром вышли далеко за рамки кино. Ты же знаешь, я никогда не шёл против твоей воли. Елена Проклова была партнёршей Михая в фильме «Будь счастлива, Юлия». По сценарию они играли мужа и жену. Там и любовь, там и Молдавия, там и вино, там и цыган. Ой, не осуждайте меня строго, потому что искушения в моей жизни были столь велики, а я столь несовершенна. На студии пошли, масса слухов и так далее, и так далее. Я думаю, ничего в этом плохого и нет, если мужчина влюбляется в женщину. Тем более, если она ему отвечает. У Михая и Елены были постельные сцены. Конечно, в начале 80-х об уротике и речи не шло, но актёрам пришлось лежать под одним одеялом и целоваться. Они так вжились в роль, что вспыхнула страсть, которую сразу заметили и оператор, и режиссёр. Обними меня и перестань говорить глупости. К тому же Елена была полной противоположностью коренастой мужеподобной жены волонтира. Она невероятно сексуальная, эмоциональная. То есть я когда общаюсь, я каждый раз понимаю, почему Янколский в неё был влюблён, Миронов почему в неё был влюблён. И, собственно, все эти жёны всегда приезжали на съёмки, когда была Проклова. Ефросинья не стала исключением. Кто-то шепнул ей, что на съёмках волонтир ей изменяет. И она тут же заявилась в гостиницу, где жили Михай и Проклова. Разразился скандал. И мне было очень больно, потому что для меня эти отношения вообще ничего не значили. А для неё, судя по всему, значили много. Хотя я была удивлена, зная о том, что роман у этого человека с каждой артисткой, с которой он снимается. Уже после смерти Михая Проклова выступила на телевидении и поведала о своём романе с актёром. Его вдова возмутилась и обозвала Елену Лгуньей. Ефросинья уверяла, что Михай был порядочным человеком и не изменял. Они прожили с ним почти 60 лет. Это была любовь с первого взгляда. И никакая Проклова, как уверяла вдова, не могла помешать их чувствам. Ведь именно она, Ефросинья, была его цыганским счастьем. У него очень хороший тыл был. Потому что стояла Ефросинья Алексеевна. Вот как у кого не красва, да? Как есть это? И в горячую избу. Вот такая женщина. Но некоторые уверены, что именно Ефросинья стала главным несчастьем волонтира. Под диктовку жены в конце 80-х актёр стал яростно выступать против России, чем испортил отношения с бывшими коллегами. Ефросинья была уверена, что талант её великого мужа недооценён. Она считала, что ему недоплачивают на съёмках, что специально не зовут на роли. Хотя волонтер получал приглашение от московских театров, но сам неизменно отказывался. В Москву говорят, что его звали там и на Таганку, и куда только не приглашали. Но он даже не думал никуда. Была у него такая позиция. Одна жена, один театр. В 1989 году вспыхнул конфликт в Приднестровье, который спустя три года привёл к вооружённому противостоянию. Жители республики были против националистических настроений, которые транслировала Молдавия. Михаилу Волонтиру это не понравилось. Он не смог остаться в стороне. Он же стал в Совете депутатов Молдавии. Мы были просто потрясены. С такими речами выступал, как ярый националист вообще за отделение Молдавии. Однажды в кабинет волонтира постучался молодой ассистент одного из режиссёров. Я из Москвы. Вам хотят предложить съёмки в фильме. Но волонтер даже не дослушал. А ну пошёл вон, оккупант. И он вытолкал незадачливого парня за дверь. Мы всё время говорили, ты же всё получил. И народного артиста, и звания, и деньги, и популярность, и любовь именно в России, в Советском Союзе. Но у него были вот эти с партией свои отношения. Казалось, что актёр буквально пропитан ненавистью, которая разрушала его изнутри. В начале 90-х у Михая Волонтира обнаружили диабет. Ну, как говорят, даже не врачи, а, наверное, мудрецы, что все болезни от нервов. Вот оно копилось, 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 а дальше уже как по накатанной. Эта страшная болезнь в итоге привела к смерти Михая. Похожая судьба сложилась и у популярного в 70-х годах актёра Олега Видова. Я спешу. Можете ехать по моим следам. В 1983 году поклонников шокировала новость. Любимый актёр миллионов сбежал в США. Получить американский паспорт главному красавцу СССР помогла ничем не примечательная внешне женщина. Продюсер Джоан Борстон. Она стала проталкивать Олега во второсортные голливудские фильмы. Советских поклонников шокировала сцена секса на заднем сидении лимузина из фильма «Дикая орхидея» в исполнении Олега Видова. Скажи им, чтобы они прекратили, если бы я мог. Практически стопроцентная порнуха. Даже, честно говоря, говорить-то об этом не хочется. В 1992 году разгорелся настоящий скандал, который окончательно опорочил имя Олега Видова. Актёр хитростью за бесценок приобрёл права на большую часть советских мультфильмов. За деньги с проката он быстро стал миллионером. Купил особняк в Голливуде и хвастался своими успехами. Всё-таки бизнес подразумевает некоторую степень бесчеловечности в отношении к окружающему миру. Не обманешь, не продашь. Это у Олега Видова было неплохо. И если раньше им восхищались, то теперь ненавидели. Видов не понимал. Он был всего лишь оружием в руках предприимчивой жены. Через несколько лет Олег с ностальгией вспоминал СССР и роли романтических героев из советских фильмов. Говорят, что именно тоска по прошлому стала причиной рака, от которого умер актёр. Рак настигает очень обиженных на жизнь и на людей людей от нерализованности, недосказанности и внутреннего напряжения. От этой же страшной болезни погиб и главный цыган СССР Михай Волонтир. Рак развился на фоне сахарного диабета и свёл актёра в могилу. Некоторые осуждали жену волонтира, Ефросинью. Говорили, что она не позволяла поклонникам собирать деньги на лечение больного супруга. Отказывалась от любой помощи. Из гордости. И не давала мужу даже разговаривать с бывшими коллегами. Так и передается, так что волонтир ещё крепок. Актёру провинциального молдавского театра Михаил Волонтиру было уже 45, когда на него неожиданно свалилась всесоюзная слава. Хотя за плечами Михая было несколько ролей в кино. Между наукой и войной приходится выбирать войну. Это моя месть. Я воткну этот туннель, как мачетов в кишки. Не знаешь ли ты, где находится жареная птица? Волонтир мог бы прославиться на три года раньше, в 1976-м, если бы сыграл в картине «Табор уходит в небо». Эмиль Латяно предполагал именно ему отдать роль Лойка Зобора. Но отказался от этой затеи. Режиссёр помнил, как тяжело ему пришлось, когда он работал с Михаем над картиной «Это мгновение» в конце 60-х. Волонтир считал возможным возразить Латяну. А Латянов, по большому счёту, диктатор. И все об этом знали, кто с ним работал. А для волонтира не было авторитетов. Он не считал, что кто-то ему может указывать. О тяжёлом характере волонтира знали все. На съёмках Михай был нелюдим, всегда держался особняком. Такую гордость некоторые даже называли «заносчивостью». Какой-то в нём было такое... Вот его взгляд такой. Такой немножко с пренебрежением чуть-чуть. Такой оценкой. На одном банкете волонтира заметила Наталья Фатеева. У красавицы-актрисы аж глаза загорелись. Но её смутил слишком неприступный вид Михая. Тогда она обратилась к сопровождающему. «Организуйте мне встречу с волонтиром, тет-а-тет». Мужчина передал просьбу Михаю. А тот неожиданно обиделся. «Почему через тебя? Не могла сама ко мне подойти?» Он, наверное, хотел соответствовать своим героям. И поэтому вот этот героический характер, он где-то переносил на жизнь. Но иногда Михай совершал очень странные поступки, которые его друзья до сих пор не могут объяснить и оправдать. В начале 70-х Михай снимался в картине «Четвёртый» вместе с Владимиром Высоцким. Меня поймал человек. Он связан с такими делами, что лучше подальше от таких, как он. Актёры даже подружились. Вместе гуляли в ресторанах и пели под гитару. Самое плохое и самое хорошее надо помнить всю жизнь. С Волонтиром у Высоцкого сложились хорошие отношения. И Высоцкий даже помогал ему, когда Волонтир приезжал в Москву, гостиницу выбить. Это было в те времена проблематично. Спустя несколько лет, уже после смерти Высоцкого, молдавский скульптор решил установить памятник актёру в Кишинёве. Каково же было его удивление, когда друг всесоюзно известного барда Михаил Волонтир вдруг выступил против создания скульптуры. Его аргумент был в том, что Высоцкий в Молдове никогда не был. И поэтому он вроде как не имеет права на какую-то такую память о нём. Человек не должен делать подлости, а отвечать или не отвечать на вопросы – это его личное дело. Речь идёт о зависти актёрской, потому что слава Высоцкого и слава Михаила Волонтира совершенно несопоставимы. А амбиции актёрские, думаю, были как раз большие у Волонтира. Хотя те, кто близко знал актёра, говорили, что он сам не отвечает за свои поступки. Им полностью руководит его жена Ефросинья Дабынта. Она принимает решения и диктует их мужу. Ну вот, скоро нашему браку исполнится 50 лет. Думаю, этим всё сказано. Его настолько прессинговали дома всегда, что вот эта пружина выстреливала в неудачные моменты, в неуместные моменты. И со стороны Михаил Волонтир мог выглядеть неадекватно. Все думали, что он полусумасшедший, зазвездившийся. А я думаю, что это был человек, который просто уже устал терпеть и срывается. Единственная жена Волонтира стала для него настоящим несчастьем. Об этом почти никто не знал. Ходили только слухи. Но многие коллеги Михая были шокированы, когда в 2000-х увидели по телевизору выступление уже больного и беспомощного актёра. Жена его вывела под руку на сцену. Он стоял. Она на него набросила кофту, то, что ему было холодно, и держала его под руку. И подсказывал ему текст, что говорить публике, которая пришла на встречу с ним. Я так была огорчена. Думаю, ну зачем? Больного человека тащить на сцену. Это съёмка юбилейного концерта в честь 80-летия Михая Волонтира. Актёр исполняет со сцены любимую песню. И вдруг начинает плакать. Настолько он расчувствовался, что сделал пару футин. Рядом стояла жена. И все увидели, какой железной хваткой она держит его руку. Причём весьма нежно внешне казалось. Но когда он дёрнулся, она даже не шелохнулась. А он его отбросил назад к ней. То есть вот это очень характерная такая деталь их внутренних отношений. Однажды в Молдавию с концертом прилетела исполнительница роли цыганки Насти Матлюба Алимова. Она надеялась, что сможет встретиться со старым другом Михаем, которого не видела уже несколько лет. Где же ты был, чёрт бородатый? Заранее позвонила Ефросинья и предупредила. Как она всегда смотрела на волонтира, как на такого наставника и так далее. Конечно, там ничего близко не было. Это уже, я думаю, жена просто дула на воду. И то, что Матлюба рассказывает, что она приехала, хотела встретиться. А жена даже к телефону не подозвала. Матлюба Алимова вспоминала, что ждала несколько дней в надежде, что Михай всё-таки выйдет на связь. На съёмках фильма «Цыган» они подружились. Некоторые даже были уверены, что именно с Матлюбой, а не с Кларой Лучко, у волонтира, разгорелся роман. Не надо свадьбы, ничего не надо. А потом, может, ты и полюбишь меня. Коллеги считали, что ему не повезло, что он женился на жестоком человеке, на женщине неласковой, которая не обладала никакой мягкостью, каким-то очарованием. Собственно, может, из-за этого и влюблялся он в прямых противоположностей своей жене и Проколы, и Матлюба Алимова. Кто кого любит? Безответно ли? Взаимно ли? После премьеры фильма Матлюбу Алимову буквально боготворили мужчины. Страстная, преданная. Не женщина, а мечта. Но роль Настя в «Цыгане» так и осталась самой яркой в биографии актрисы. После развала СССР Матлюба осталась в нищем Узбекистане. Работы в кино не было. Актриса за копейки реставрировала старинные вышивки. Я потерялась. Я уже не знаю, где искать. Потому что... Потому что уже идет какая-то вот такая вот... Я не знаю, как будто загнали в угол. Что я не так делаю? Вот убейте меня. Вот сейчас меня убейте. Не знаю. Почему сейчас все вот так вот у меня все покатилось? Личная жизнь красавицы Матлюбы тоже не сложилась. Она была один раз замужем. Но через три года подала на развод. Детей актриса не родила. Многие годы ходили слухи, что она спилась, ушла в монастырь. Но в 2000-х забытая актриса вновь появилась на экранах. Мне кажется, я видел тебя раньше. К тому времени Михай был уже серьезно болен. Сахарный диабет дал осложнение на глаза. Актер очень плохо видел. Но о его проблемах со здоровьем знали только коллеги по маленькому театру в Бельцах. Жена тщательно скрывала правду от российских журналистов и от бывших друзей Михая. Некоторые наши коллеги, журналисты, утверждают, что когда они приезжали в Молдову и договаривались с Будулаем, он говорил, только вот Евфросини не рассказывайте. Договаривался в каких-то отдаленностях, встретиться в отдаленных районах, чуть ли не на краю поля, и там давал интервью. Но не дома. Но домой никогда не приглашал к себе. Когда поклонники все-таки увидели Михая в начале 2000-х, то были шокированы тем, как выглядит любимый артист. Откуда ты знаешь мое имя? Иди сюда, я тебя поцелую. В эти годы актер практически нищенствовал. Его пенсии не хватало даже на то, чтобы оплатить коммунальные услуги. И когда об этом узнали журналисты, они предложили помощь, они, молдавские кинематографисты, пробовали собрать сумму и передать. Но Евфросинья всегда говорила про то, что нам ничего не нужно, у нас есть своя гордость. Дома гордая жена Михая вышивала иконы. Она верила, что таким образом сможет приблизить чудо и вымолить исцеление для мужа. Понимаете, как? Этот сахарный диабет, он уничтожает человека. Я думаю, что это самое главное в его боли. Хотя и он, и жена старались, и все, но пришло уже время, когда они не могли ничего делать. Живем? Выходит, живем. В 2000-х Россию потрясла новость. Любимый актер миллионов, цыган Будулай, серьезно болен и практически ослеп. Поклонники были шокированы, ведь о судьбе Михая Волантира несколько лет не было слышно. Правительство Молдовы, которое так защищал актер, бросило его фактически в нищете. Рядом со стареющим, слепнущим волонтиром была только одна поддержка, его жена Евфросинья. Она всегда была лидером, она всегда и очень его любила, очень его лелела. Она всегда следила за его питанием, потому что вы знаете, что в конце жизни у него были огромные проблемы с диабетом, и у нее всегда не заканчивались конфеты в кармане. В 90-х актер активно выступал с критикой в адрес России, но именно поклонники из страны оккупантов не забывали о нем. Добрый час. Первой тревогу забила экранная возлюбленная волонтира Клара Лучко. Лучше всех эту ситуацию узнала, конечно, Клара Степановичка, потому что, ну, как-то вот там Евфросинья иногда звонила, поэтому первые новости узнавала Клара Степановичка. Актриса организовала сбор средств. Михая привезли в Санкт-Петербург. Врачи смогли вернуть ему зрение. Он перенес в общей сложности 8 операций. Конечно, очень горестно было видеть, что он плачет, что он совсем другой, что горе и беды его побили, что он стал более беззащитный. Сложно было узнать в немощном, полуслепом старике прежнего героя, который волновал женские сердца. Похожая история произошла и с другим актером Семеном Фарадой. Болезнь сделала яркого артиста и шутника беспомощным и одиноким. Простите, у вас, наверное, в семье кто-нибудь фармацевт? Нет, нет, что ты! Это наша теща кушает мороженое из вазочки. В кино Фарада играл весельчаков, а в жизни дома часто был мрачнее тучи. Редко делился проблемами, все держал в себе. После того, как в 2000-м Фарада перенес инсульт и частично потерял способность двигаться, он часто плакал по ночам. Семен Львович болел достаточно долго. Он был прикован к постели надолго. И ему помогали. Его не оставляли. Ему помогали его друзья, близкие. Но резерв ограничен. Поскольку это долго длилось, то любая помощь заканчивается. До последних дней рядом с Фарадой оставалась лишь его верная жена Мария Полицеймака. Она занималась с ним речью, помогала заново учиться ходить. Актер до последнего надеялся вернуться на сцену. Михаил Волонтир тоже каждое утро вставал и, несмотря на плохое самочувствие, упрямо шел в свой маленький театр в Бельцах. Это наш малый зал. Зал имени маэстро Михаил Волонтира. И он каждый спектакль. ходил там в зале, у него есть стул, обыкновенный такой стул, веду в углу там и наблюдал так, смеялся. Михаил мечтал снять собственный фильм, но правительство Молдавии не выделило денег. Актер был в отчаянии. В 2003 году Михаил Волонтир появился на экране в последней своей роли. В фильме «Чандра» он сыграл старого киномеханика, который ушел от реальности, погрузившись в мир своего любимого индийского кино. Я нету дома. Я... Я в нирване. На тот момент актер почти ничего не видел. А его единственным счастьем стали дворовые собаки. К ним он сбегал из дома от властной жены. Очень любил животных. У нас где-то сейчас остались за три собаки. Как их? Дворняжки. Здоровье ему не позволяло, как актерам, чтобы он работал на сцене. Он каждое утро что-то этим собакам. Эти собаки только его. Нас они ненавидели собаки. Под конец жизни он стал более сентиментальным. У него уже не было энергии делать вид, что он герой. И болезнь, конечно, здорово его ослабила. Все чаще молчал и практически замкнулся. Летом 2015 года Михаил Волонтир снова попал в больницу. К диабету добавилась онкология. Актер знал, что уходит и прощался с немногочисленными друзьями. Он умер в ночь с 14 на 15 сентября. Уже ложась спать, я стал щелкать программы. И как раз финал первой серии. И там вот наша сцена. И он ей говорит, нет, я не имею права нарушать покой в этой семье. И он уходит. Смущает покой в этом доме, я не имею права. Горизонт и уходящий человек. И титры начинаются. И вдруг мне начинают звонить, трезвонить прям телефоны с 10 часов вот с этой информацией. Лишь бы не уходило назад то, к чему стремишься. После похорон Ефросинья закрыла на ключ театральную гримерку Мехая и с тех пор никого туда не пускает. Осталась лишь пустота. Мы все ощущаем его потерю. И всегда есть ощущение того, что, повернувшись влево или вправо, он появится. Или из-за дерева, или из-за угла, или из какой-либо клумбы с цветами на скамейке. Разговаривая с каким-либо старцем или с ребенком. Тяжело, к сожалению. На могиле Михая Волонтира в Кишиневе стоит покосившийся деревянный крест. Семья Будулая не хочет ставить памятник на свои деньги. Ефросинья Дабынде ждет помощи государства и по-прежнему считает, что просить выше ее достоинства. Жизнь умеет нас. Она лучше знает, кого наказывать, кого миловать. Актера, который был образцом мужественности и верности, всю жизнь мучила гордость и супруга с тяжелым характером. Недовольство собственной жизнью Михай выливал на поклонников. Выступал против страны, которая его боготворила. Но в самые тяжелые моменты его жизни именно русские стали его последней опорой. Однако любовь поклонников не спасла волонтира от тяжелой судьбы и смертельной болезни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова